Ну что, мы вышли на острова Санблас. На ракушках. Ты даже не услышала, что я тебя на лапшал. Я знаю, что ты на лапшал. Короче, мы в Пасифике, они в Атлантике. Идем на Лас-Перлес. Идем на Лас-Перлес. А ты же, наверное, не знаешь, как переводится? Лас-Перлес. Устрицы. Моё любимое. Короче, это жемчужины. В общем, мы уже вышли и туда идем. Архипелаг Лас-Перлес находится в 40 милях от Панама-Сити. Это то расстояние, которое легко покрывается за один световой день. То есть, если мы выходим где-то в 8 утра, то, наверное, уже после обеда мы будем на месте. Дует здесь северный ветер, поэтому во время нашего путешествия будет комфортный ветер сбоку. Вот такой здесь в океане тихом яхтинг. Видите, ни ветра, ни волн. Тихий. Мы решили стать на самом первом островочке от входа. Это Исла-Пачега. Здесь шикарные пляжи и никого нет. Здесь шикарные пляжи и никого нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий маленький островок называется Исла Барталаме Стоять возле него не очень комфортно, так как болтает, но остров стоит того, чтобы его посетить Красивое! Жуть! Дина, как всегда, пошла собирать ракушки А здесь вот такой вот красивейший пляж Барка наша стоит здесь Очень красивый остров, очень красивый И он необитаемый, здесь никого нет Огромные, это просто пипец Тут какие-то XXXL все И у меня нет времени объяснять Много их? Ну, сколько-то есть, они просто все огромные Судя по запчастям от некоторых Посмотрю на это Что там за размер ракушки? Ну да, я потом покажу Какие-то новые виды каври еще не поздно Шикарно, что здесь камни идут в перемешку с песком Конечно же, я вам буду показывать и рассказывать про все острова Архипелага Лос-Перлос Но сразу хочу сказать, что они очень сильно отличаются от того, что есть в Атлантической части Потому что, во-первых, они все высокие Во-вторых, посмотрите, какие на них растут деревья А на Атлантической части там только пальмы Хотя здесь это все, конечно же, тоже тропическое Но оно внешне отличается Здесь оно больше, мощнее И вообще все очень круто И еще здесь очень высокие приливы и отливы Поэтому нам приходится тузик постоянно перетаскивать А если его вытащить на отливе, потом его придется тащить очень далеко назад Поэтому, когда вы езжаете на берег, этот момент обязательно надо учитывать А с баночкой местного пива вообще прекрасно Вообще шикарное место И нас еще ждет много таких впереди И тут происходит большая вечеринка у раков-ошельников Они меняются ракушками, общаются, дружатся И показывают мне все свое видовое разнообразие Посмотри на этот движ Ну все, я побежала дальше Смотри, что я нашла, ладно, покажу Я когда собирала стихи, накупила книжек И очень мечтала найти вот этот витракушек С пупырышками? Это каури какие-то, не помню конкретное название Они с пупырышками? Да, они с пупырышками, видишь, такие красивые Прикольно Смотри с обратной стороны Ну и далее переезжаем на самый популярный остров Архипелагала Сперлос и Сла Кантадора Здесь куча отелей и вообще цивилизация Смотрите, народ, какая тема Вот два судна стоит на берегу Я попробую сделать так, чтобы вам это было видно Левая, это заброшенный уже там Я еще был там в 15-м году, он здесь стоял А справа, это, короче, баржа, которая привозит товары И там есть такая у этих барж тема Он приезжает к берегу И открывает нос И полностью выгружается туда Машины выезжают То есть это именно такая, как паром такая баржа И разгружает товары, которые нужны на остров И вот он встал на берег Пришел отлив И он полностью стоит на берегу Полностью Когда придет прилив, он снимается с пуза И выезжает Ну вот мы Это самый густонаселенный остров, который здесь есть Шикарнейшая бухта Где стоят лодки И вот так вот здесь красиво А вот там, за этой скалой Вот так вот Маленький, очень красивый пляж И вот только что было солнышко И вот смотрите, какая к нам погода пришла Нельзя сказать, что это просто райская погода Но обычно дожди здесь идут недолго Поэтому есть некоторые обнадеживающие факторы Что это лить вот так вот долго-долго не будет Ну посмотрим Но сейчас вот дует прямо сильно Ну вот этот вот дождь еще сейчас идет Причем он идет здесь локально Такими маленькими участками А у нас спереди уже светит солнце Но там еще один идет дождь Такой посерьезнее То есть вот если бы сейчас посмотреть Вот увидите На пляже светит солнышко А вот там начинается новая волна Поэтому я стою Ну так, контролирую Хотя мы стали хорошо переживать нечего Хотел дроном полетать Поставил дрон на палубу Стоит падла, мигает красненьким А все почему? Не-не Короче, пишет Non-Fly Zone И потом я вспомнил Что здесь, прямо возле нас Аэропорт Такой маленький, ушлепский аэропорт Который сюда привозит туристов Все, отключаемся Ну что, едем на пляж? Да, исследуем Новый Красивый Мы его видели с воды Когда проходили мимо на лодке Пляж нас ждет Сюда едем? Вот на вот этот Там за углом вообще большой Я имею в виду Сейчас мы сюда Какие тут зеленые камни Ты на могилку полезла? Нет Я думаю, что когда здесь Хайтайт То вся эта пещера закрывается водой Вот такая вот тут история Дина полезла по камням там шариться А тузик нас Вот так вот плещется Мы бросили ему якорь И мне кажется Вот так вот Это самый оптимальный способ Намного лучше, чем Если бы он был тут На берегу Видите, как волна заходит Его бы здесь, конечно, сильно болтало Ну что Наверх По камням Красивая бухточка И вон еще один пляж каменный А что это такое? Да, на какой-то что-то было Столб был Или маяк какой-то Куда? 20 метров? А здесь прекрасный пляж Но он из гальки Я так понимаю, что все, что связано с галькой Дине не подходит По причине того, что здесь все, что Из ракушек Все разбивается И вот Нету возможности у нее ничего собрать Но зато сюда можно Прекрасно выехать Здесь очень хороший На пляж доступ И вообще здесь нету волны Там видели, какая волна большая Здесь посмотрите А все потому, что Закрывает Вот Это вот Каменная гряда Вот этот маленький пляж И сюда есть прекрасный выход Поэтому я сейчас заберу Дину И мы поедем обратно на лодку В принципе, мы здесь на пляже Все посмотрели А вы все увидели Ну что, как тебе? Почему не нравится? Ну, будем ждать Ни булыжники Ничего нету Плысое Все каменистое Булыжники красивые Я несколько очень красивых Ко мне сфотографировала Клево Вот эта та штука Которая на берегу стояла Здесь Ну все Теперь уходим от цивилизации Больше нас здесь ничего не держит Мы идем на Исла Чапера Это остров, на котором никто не живет И мы будем уже далее На диких островах Так, вот мы пришли на очередной остров Наш здесь погодка решила Сегодня не радовать И такой легкий дождик Моросило время перехода Но основная туча Ушла вот туда А вот оттуда идет уже Там же просветы есть Нормальная погода Посмотрите, какая великолепная бухта А вот там вот красная точка Это Дина погребла на берег Потому что, как известно Ракушки сами себя не соберут Она сказала, что здесь Она не делает большую ставку На вот то, что вот там вот происходит за мной Но, тем не менее, у нас Есть возможность выйти на такой прекрасный пляж И провести там какое-то время Сейчас скинем тузик Кто-то к нам плывет Это к нам плывет Пискадо или Мариско Ну, как тебе? Нормально Там есть, что собирать? А? Есть, что собирать? Ну, я несколько нашла Помесилась там еще на приливе нормально Я уже по себе Подчухала Обкарал? Нет, об камушке Дина, скажи, что у нас за миссия? Это миссия снять авиабомбу Которую я видела Пока плавала на пляж Авиабомбу? Авиабомбу? Да, под водой Причем практически у берега Ну, как я ее нашла? Плыла на пляж За своими ракушками Видела ската и авиабомбу И тебе, что больше впечатлил? Ну, меня авиабомба, конечно, больше напугала Ну, типа, стрёмно над ней плавать В общем, мы сейчас к ней Мы и едем на тузике Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мы сейчас на ком скинем, посмотрим Ну, в любом случае Этот пляжик прекрасный Смотрите, какая красота Запрыгнешь? Понял где, да? Запомнил? Да, да, вот там вот Прямо возле берега Ну, да, а то мы речь Ну, я там близко, она снимала Там все видно должно быть Так, ну все Вон наша лодочка стоит Готова? Я, да Георгия с локацией четко, да? Я прям вообще не искала Знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас поставим точку на наших часах А я и так знаю где Это понятно, но это не о тебе Это о часах Нет, GPS локация сильно лучше, чем точка напротив кустов Мне подходит и точка напротив кустов Вот этот наш шикарный пляж Посмотрите, какой ширины Огромный Но сейчас еще low tide Поэтому Вот там у нас стоит наша лодка Здесь у нас плавает наш тузик на якоре Вот там камни Смотрите, какая красота Дин и следы, которые оставлены ею, были с прошлого раза Пляж Просто офигенный Очень круто Очень круто А мы с собой на пляж взяли бутылочку красного вина И ее сейчас прикончим Все, теперь будешь плыть Ты телефон из кармана достал? Увы, да Благопытный далеко Ты помнишь, как мы заходили, он по колено был? Да, помню Ну все, знаешь Тихий Это тебе не... Тут тебе не там Вон оно Джизус Какая неудобная ситуация Я сейчас головой Ну ты подъезжай сюда, ладно? Сейчас надо будет решать этот вопрос очень серьезно Потому что я... Ну я лично в шортах Я зайду Давай скорее сюда Почему ты уезжаешь? Я все, я на лимите Давай скорее, скорее, скорее Повиси, повиси Моя очередь снимать А далее мы переходим на якоринг между Исла Чапера и Исла Мога-Мога Тут большие течения Потому что есть между островами узкость И здесь получается такой акселерейшн скорости воды Музыка Музыка Короткая остановка между островами чапэра и мога-мога и мы переходим на южный якоринг острова мога-мога официально здесь где мы стоим якоринга нет но акватория позволяет сюда стать но есть один момент обратите внимание на вот эту мель которую видно было хорошо с дрона так вот она на карте абсолютно не обозначена и в нее можно хорошенечко заехать здесь реально мелко она чарт лотари она полностью отсутствует ну вот мы приехали сейчас на остров который называется могу могу здесь есть небольшой свел который сюда заходит нельзя сказать что у нас там как-то сильно качает в принципе не самое здесь условия ну вот прямо супер супер музыку здесь красиво пляжик офигенный вот сейчас мы тут пойдем на берег и будем смотреть что здесь происходит и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дай понесу хоть чуть-чуть Добавил субтитры DimaTorzok 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 они на лицо садятся это просто отвратительно не это не читросы короче наш тузик сейчас стоит на том же месте где мы его оставили но вот прямо сейчас начался прилив и у нас сейчас 1540 я вам там через пару минут мы посмотрим на прилив на отливную таблицу панамы и сделаем коррекцию насколько здесь отстает тайт потому что сейчас его самая нижняя . слушай так мы еще отлив происходит смотри у нас тузик стоит на дне еще здесь какое количество вот этих мух конченых они летают и все время садятся на лицо это ужасно но если отойти туда на пляж то их конечно там сильно меньше тебе нравится здесь я уже готова двигать на лодку да вот он дин и влов на части из них уйдут водичку обратно это я так для коллекции для фотографии часть останется тут все очень крупно большие вот эти вот эти части уйдут камушки останется камушки в коллекции мелкие пойдут в работу но не все сейчас посмотрите вот там где мы ходили все находится под водой то есть остались вон деревья которые даже стоят из воды и собственно все остальное это просто маленький кусочек пляжа все весь большой пляж ушел какое течение мы стоим от лестница у нас спущен мощно так вот мы идем сейчас у нас тут дина рулит извините вот мы едем сюда вот здесь вот риф нам нужно его обрулить руля и педаля ну даже платформу не поднимали красота дина до педалировала а я бросил якорь вот мы стоим сейчас на таком островочке смотрите какой живописный а такая маленькая банка но сейчас здесь полный прилив мы стали на 10 метрах просто чтобы когда будет отлив чтобы под нами было там метра 45 может быть у нас дина недовольна ситуация потому что мы стоим у нас такой ветер если если бы я не был если бы я не был лысым наверное волосы бы у нет киев были горизонтально просто стояли единственное что вы видите здесь волны зато нет поэтому будем стоять на хорошем ветру окошки открыты вентиляция вот такая и так как мы сейчас стоим на хай тайде мы ждем латает вот этот остров мы ждем когда он подойдет к нам ближе чтобы далеко не ездить будем экономить топливо сменила траекторию все окей ну вот мы приехали на этот прекрасный островок у меня коктейльчик сейчас я вам покажу как он здесь выглядит здесь конечно приливы отливы огромные смотрите вот это все это конечно все песчаное дно у нас на таком не валяется якорь а вот там вот видны камни я туда подойду немножко попозже вам все покажу а здесь вот видно прямо дюна если полезу на самый верх и самого верха покажу и дроном полетаю как здесь все прикольно а там дина занимается сбором своих сокровищ ходит в приливе и собирает всякое полезное яудин и слышу какой-то непонятный восторг и непонятно почему этот восторг собственно есть сейчас я думаю я подойду ближе и она все расскажет что там кричишь я готова тут стоять неделю как минимум потому что тут просто что-то невероятное вот это вот все должно быть обработано и судя по всему мне одного дня не хватит ну завтра полдня постоим и потом пойдем смотри вот это вот все идеально просто ты видел сколько я сюда гребла это я видел это просто ужас полчаса наверное ну наверное но я кстати потом и так начала плыть и прям два раза быстрее поплыла ну тут течение пока самое большое с которым я сталкивалась за последнее вообще время ладно не отвлекай меня ракушки сами себя не соберут серьезно тут восторг просто я потом покажу сводочку ну что народ несмотря на ветер идем на эти живописные камни причем такие прикольные камни ну это все дно то есть вы понимаете да что это все находится под водой и здесь даже видно рельеф дна то есть вот эти барханы на дне очень круто выглядит то есть вообще прямо шикарно ну и вон наша лодочка стоит и вон наш тузик плещется конечно кто в курсе дела отливов приливов ну тому это не интересно но лично для меня хотя я как бы уже в курсе этого ну совсем мне всегда это интересно лучше да реально блин офигенно это завораживает как столько воды миллионов тонн воды уходит в разные стороны то есть для меня это всегда такой вау эффект вот у нас тут вода оставшаяся при отливе здесь даже есть какая-то живность но вся рыба конечно же отсюда убегает ну там да Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И остров, смотрите, который вот этот был большой Стала вот эта маленькая полосочка Вода поднялась там метра на 4 уже И скоро она поднимется И почти вся эта гряда, которая слева уйдет с горизонта Будет такая маленькая полосочка суши Вот так вот стоять в акватории с приливами, отливами и сильным ветром Мы собрались сейчас поехать на остров собрать дров Потому что у нас сегодня будет барбекю на вот этом прекрасном острове Но так как там дров нет, придется импровизировать Поэтому мы поедем вон туда, за дровами Тузик у нас стоит на якоре, плавает Наша лодка вот где-то там Как вы понимаете, у нас здесь сейчас отли, low-type Вот это вот все, это то, что было под водой, но вы уже в курсе Здесь еще достаточно скользко Так, вот у нас первое бревно Костер будет большой Шашлыков много О, себе созвинуть можно Ничего так Берем Что ты не взял небольшое бревно? Я на это смотрел Пока похоже на то, что человек сачкует Я думаю, что Это для шашлыков Самое лучшее Изъедено караедом Короче, как вы поняли, мы сейчас собираем дрова И Это позвоночник, судя по-хрусту был Короче, и везем это все на Вот тот остров, где у нас стоит там лодка И вот эта вот горка Это раз Вот еще Я думаю, нам большие уже не надо Надо вот таких вот набрать еще Еще пару пальм А еще Дина попросила Она вот тут вот Крабика случайно забрала Мне этого крабика нужно выпустить Выпустить на волю И я сейчас приду туда, где тает В принципе, так быстро не доходит Чтобы он сразу здесь под водой не умер Ну все У меня есть даже видеопруф Того, что крабик был отпущен На волю Не надо говорить, я сачкую Нет, не сачкуешь вообще У нас все хода записаны Ну вот, мы загружены Окей А я сюда потом навалюсь Не выколи себе глаз У нас по пути начал глохнуть мотор Есть подозрение, что у нас заканчивается топливо Но Мы уже находимся Ну прямо очень близко к берегу Поэтому Уже не страшно А вот было Прямо страшно Посредине Заглохнуть Жопа вообще Короче, мы уже подъезжаем Сейчас я секундочку Я поснимаю И помогу Ну вот у нас бревна наши выгружены И в целом мы готовы К тому, чтобы что-то вкусное начать жарить А у нас замаринованное мясо И сейчас у нас будет шашлык вкуснющий Вкуснющий шашлык Да, я вижу Здесь вот эти вот пулы Классные Что ты показываешь? Что ты показываешь? Что ты показываешь? Пиво-пиво А Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok